Всем привет дорогие друзья подписчики, с вами сегодня Светлана Каспарович и добро пожаловать на мой канал Дом Творчества. В этом мастер-классе я вам покажу как сделать косметичку своими руками и она будет очень простой, будут у нее одельчики для всяких мелочей и закрываться на молнии. Ну а если вы еще не подписались на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы получать мои мастер-классы самыми первыми. Итак, начнем. Для работы нам понадобится выкройка нашей косметички. Длина выкройки будет 21 см, ширина 13 см и также будут такие квадратики 3х4 см. Выкраиваем по этой выкройке деталь из джинса и уплотнителя. Уплотнитель у нас будет короче на 0,5 см с каждой стороны и мы его приклеиваем. Также нам понадобится подкладка и подкладка кармашков. То есть у нас будет внутри кармашки. Длина наших накладных карманов будет 21 см на 11 см и второй накладной кармашек будет у нас 14 см на 9,5 см. И еще нам нужна будет молния, чтобы закрывалась наша косметичка. Приступим. Для начала мы обработаем нашу подкладку полностью. То есть мы настрочим наши карманы накладные. По накладному карманчику проложим отделочную строчку. То есть с одного большого кармана мы сделаем два. И маленький кармашек мы его настрочим. Но для того, чтобы их настрачивали, для начала нам нужно обработать верхний срез наших накладных карманов. И будем мы их обрабатывать швом в подгибку. Если не знаете, как это делать, то берете сначала один срез, подворачиваете на 0,5 см, а затем на 0,7 см и прострачиваем отделочную строчку. Обрабатываем таким образом два наших накладных кармашка. После того, как наши карманы готовы, нам нужно их настрочить на деталь подкладки нашей косметички. Берем наш длинный кармашек, располагаем его от донышка на 2 см и по этой линии мы настрачиваем наш карман. Для удобства я возьму булавочки и когда мы все закололи, настрачиваем. После чего ткань мы свою отгибаем и прокладываем отделочную строчку на расстояние 5 мм от края. И когда мы соединили наш карман с подкладкой, теперь нам нужно проложить отделочную строчку, то есть сделать с одного кармашка два кармашка. И это я буду делать на расстоянии 9 см, то есть прям возьмем, проведем линию и проложим строчку. Один кармашек у нас готов, вот с одного получилось два. Замечательно, карманы для мелочей будут просто незаменимая вещь нашей косметички. И теперь мы приступаем ко второму кармашку. Мы будем его настраивать, просто подгибая наши срезы. И чтобы это получилось ровненько, мы с помощью булавок сначала заколем его. Теперь от верхнего края нашего кармана мы проложим отделочную строчку. С подкладкой нашей косметички мы закончили, теперь приступим собирать нашу косметичку. Для этого берем молнию и нам нужно ее пришить, это можно сделать по отдельности. То есть сначала можно пришить молнию к джинсовой ткани, а потом уже пришить подкладку. Но я сделаю это все в одну строчку. Если вы вдруг не уверены в себе, то сделайте лучше по отдельности, так получится ровно и качественно. Вот таким вот образом это должно получиться. Но в своей работе я захотела сделать рюшу, то есть под молнию пустить такую рюшу. Не знаю зачем это, вроде бы как и интересно получится, но захотела сделать и захотела. Так, для этого сначала мы возьмем, заготовим рюшу. Чтобы она у нас такая получилась в сборочку, мы можем с помощью ниточки ее затянуть. А можно просто пристрочить на машинке строчку самую максимальную. И вы увидите, когда вы будете прокладывать эту строчку, рюшка сама будет присбариваться. И теперь нам нужно ее, эту рюшу, настрочить на верхний срез нашей косметички. Для начала, конечно, я закалю булавками, а теперь настрочить. После того, как я рюшу настрочила, берем, пришиваем нашу молнию косметички. Значит, закалываем булавками, опять же, да, чтобы все было у нас ровно, хорошо. Закалываем нашу молнию между основной деталью косметички и подкладкой. Повторюсь, если вы не уверены, то сделайте по отдельности. Сначала пришейте молнию к основной детали косметички, а потом уже в эту же строчку пришейте подкладку. Когда будете пришивать молнию, вам может мешать собачка. Для этого вы для начала ее отодвиньте, то есть раскройте молнию, проложили строчку. И когда уже дойдете до собачки, поднимаете лапку на своей швейной машинке и закрываете молнию. И шьете дальше. Такой вот маленький секрет, как хорошо пришить и качественно молнию. И по такому же способу мы пришиваем и к другому срезу нашу молнию. То есть складываем наши детали лицом к лицу и в нее вставляем молнию и вшиваем. Молнию мы пришили, надеюсь у вас тут не было никаких вопросов. Если они у вас возникли, пишите в комментариях, я вам подскажу, помогу. А теперь нам, когда наша молния готова, нам нужно сшить боковые срезы. Лицо к лицу, складываем деталь из основной ткани и лицо к лицу, подкладку. И сшиваем боковые срезы. На подкладке оставьте небольшое отверстие, чтобы мы потом могли нашу косметичку вывернуть. Вот это вот не забудьте, то есть оставить отверстие на подкладке. И когда все наши боковые срезы сшиты, у нас остаются такие уголочки. Мы теперь берем их, складываем. Середину нашего донышка мы совмещаем со средним швом, который у нас получился, когда мы сшивали боковые швы косметички. И прокладываем строчку. Теперь нашу косметичку можно вывернуть, а отверстие, которое у нас осталось, мы его зашиваем. Это можно сделать вручную, по тайным швам, а можно это сделать на швейной машинке. То есть смотрите, как вам будет удобнее. И последнее, что осталось в нашей косметичке, это проложить отделочную строчку. Вы можете выметать эти края, уже на каких-то мастер-классах я показывала, как выметываются края. А можете заколоть булавочками и тогда проложите ровную отделочную строчку. Но еще забыла, чтобы нам было удобно закрывать нашу косметичку, у основания молнии сделаем такой язычок. Для этого мы возьмем отрез ткани шириной 4 см, длина 7 см. Соединим два этих среза, проложим отделочную строчку, у нас получается такая полосочка. Этот язычок, конечно, можно было сделать из джинса, но я посчитала, что тогда он будет сильно грубый. Поэтому я взяла ткань, с которой я делала подкладку. Когда мы сшивали боковые срезы, у нас все равно возле молнии осталось такое небольшое отверстие. И вот именно в это отверстие мы сейчас можем просунуть наш язычок и с помощью иголки и нитки пришить в ручку молнии и косметички наш язычок. Теперь нашу косметичку очень удобно закрывать. Также этот язычок можно украсить, можно повесить различные бусины, стразы, сделать кисточку, допустим, если у вас есть кожа, сделать такую кисточку красивую, подвесить ее на косметичку. Я захотела еще больше украсить нашу косметичку, и поэтому решила сюда приклеить цветочки. Цветочки я буду делать из джинса. На одном из мастер-классов, когда я делала браслет, я показывала варианты цветов, которые делаются с помощью скручивания полосок джинса в жгутики, а потом образовываются цветочки. Я сейчас это показывать не буду уже, как делать. Если вам интересно, заходите на мастер-класс, ссылку я вам сейчас оставлю, и там посмотрите, изучите. Очень интересная техника и очень красивая работа получилась. Вот так вот я украсила, не знаю, получилось, конечно, и интересно, и в то же время что-то здесь лишнее, мне кажется, то ли цвет молнии совсем мешает, либо тогда нужно было убрать рюшу. В общем, работа очень интересная, косметичка несложная, ее может сделать каждый, повторить эту работу каждый. Именно для этого я и делаю эти мастер-классы, то есть, чтобы любой простой человек без всяких знаний мог повторить и сделать красивую вещь своими руками. Теперь у меня есть определенное расписание, у меня каждый вторник и четверг выходит новый мастер-класс. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и смотрите другие работы и мастер-классы на моем канале. Всем пока-пока, до новых встреч!